Вы просто вдумаетесь, насколько больше дамага вы можете снести противнику с данным устройством. И вы хотите сказать мне, что это не имба? И все, привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик с новым нагибаторским устройством. И давайте так, как только на данном ролике, наберется 50 лайкосов, я сразу же буду записывать новую серию, новое видео с новым нагибаторским устройством и с поиском новой нагибаторской имбы. Ну а сегодня мы будем тестировать не менее известное, не менее интереснейшее и не менее нагибаторское устройство на страйкер, а именно страйкера устройства, которое называется пусковая установка Уран. Очень слопочное устройство, но есть одно большое но. Это реально то устройство, которое, я думаю, что будет нагибать еще долгое время, и то, что данное устройство имеет 100% смысл быть, и то, что его вам точно стоит прикупить. Если вы любите эту пушку, то это вот просто то устройство, которое вам необходимо приобрести, поэтому мы его, конечно же, покупаем, идем нагибулить, нагибулить, показывать вообще, в принципе, насколько оно жестко нагибаторское. В чем суть данного устройства, ребятки? Давайте нажмем команду на команду. Я думаю, что именно в данном формате данное устройство можно будет раскрыть более-более масштабно, более подробно. В чем суть, ребят? Суть очень простая. Ракеты в два раза медленнее, даже может быть больше, я точно не знаю, но урон, урон в полтора раза больше урон с данным нагибаторским страйкером. Вы просто вдумайтесь, если бы раньше должны были выдать три простых ракеты, сейчас это на одну ракету меньше. Вот сейчас я с ДДшкой наносил почти по три тысячи урона с ДДшки. Вы просто представьте, представьте, насколько жестко можно имбовать с таким устройством. Давайте просто сведемся, чтобы вот посмотреть, сколько урона вылетает, сколько вылетает урона. Мне двух ракет хватило, чтобы уничтожить противника. Просто двух ракет. А у меня было еще две в запасе. Если сводиться по тяжелым танкам, и реально они немедленно летят. Я думал, именно эти ракеты намного медленнее летят по противнику. Они реально немедленно летят. И очень быстро можно с ними нагибать. Это просто реально крутое устройство. И я вам, вот, я посмотрел вот до этого, ребят, ролик Килджета. Кто, ребят, не смотрит Килджета и не смотрит вообще его ролики с тестами устройств, то обязательно переходите, смотрите. Тоже бывают очень-таки интересные вещи, рассказывает. Именно вот там я узнал про данное устройство. Именно данный человек, может быть, мне открыл глаза в какой-то степени. Хотя до этого мне уже тоже давно писали, что вот надо покупать, надо покупать. Это нагибаторское устройство. Оно тащит, оно гнет. Но оно очень слоупочное. Но оно нагибает. Я не верил. Я посмотрел буквально пару минут теста Килджета. Просто посмотрел, как работает данное устройство. И реально я офигел. Я офигел то, что такой колоссальный урон может выносить, ну, просто наносить пушка. При том, что если бы противник был бы не качан, условно викинг у вас М3 не качанный, да. Вы можете заваншотить страйкером с ДДшки, если он будет без ДА. Вы просто представьте. Вот так вот танк стоит, он респуется, вы такой выстрел выдаёте. Ну ладно, сейчас у парня была там прокачка. И вот так вот хоп, и с одного страйкера вы выносите из противника. При том, что ракеты-то реально, ну, ладно, они как бы считаются слоупочными. Да, они как бы совсем быстро летят. И в этом плане, конечно, кажется, что типа, блин, наверное, оно не будет нагибать. Но я вам просто говорю, это то самое устройство, которое реально, блин, реально крутой. И даже в том моменте, что если вот, например, есть у вас такая ситуация, да. Вы респуетесь. И видите, что начинает, вот сдалека, вот вы видите, начинает респоваться танк. Вы можете уже сдалека зарядить эту ракету. И пока танк отреспится, ваша ракета именно таки прилетит прямо таки в цель. И вы нанесёте при этом ещё в полтора раза больше урон, чем от простого страйкера. Вы просто вдумаетесь, насколько больше дамага вы можете снести противнику с данным устройством. И вы хотите сказать мне, что это не имба? Реально, ребят, блин, это очень крутое устройство. И я бы вам, наверное, таки посоветовал бы использовать данное устройство именно таки на не совсем больших картах. Потому что, ну, сами вы должны понимать, что если, ну, вот, условно, на платошке, да, я сдалека-то всё равно могу попасть. Но бывают карты, где противник не даже не то, что шевелится, передвигается очень-таки быстро. Играют там всякие васпики. И в этом плане вы, конечно, не будете попадать по противнику. И не сможете быть полезным. Поэтому, если вы будете, например, играть на какой-нибудь карте, типа, вот, того же плато, не знаю, полигона, редалерта, то есть, средней дистанции карты, маленькие карты, песочница, сандал, кёль, вот, на таких картах данное устройство будет явно более эффективно. Ну, вы просто видите, вы просто видите ваншот васпу, просто ваншот. Вот, вы настолько быстро наносите урон, при том, что, вот, я, например, сейчас уходил на респ, я всё равно дал урон, и я всё равно, блин, респанусь, и тот танк уже получит свои 1300 урона. То есть, ну, у него уже здоровье останется наполовину меньше, то есть, я могу отреспиться, быстренько дать ещё один выстрел и уже снести данный танк. Ну, конечно, очень меня радует данное устройство, я не могу сказать, что его можно использовать просто в 100% случаях, но то, что вам стоит его приобрести, если вы любите данную пушку. Единственное, что вам надо, это приноровиться к нему, надо привыкнуть к тому, что реально у вас не такие быстрые выстрелы, не так быстро у вас в этом плане всё летит. Но, я уверен более чем, что к этому буквально, наверное, через пару, пару-тройку битв, может, чуть-чуть больше времени вам понадобится, но вы привыкнете к данной физике, именно с данным устройством, вы поймёте, насколько быстро летят ваши ракеты, и в этом плане вы будете чётко понимать, как использовать данный страйкер, чтобы именно-таки быть более полезным. Ну, вот, ну, 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 вы просто посмотрите, ну, 2800 урона, 2800, я сейчас ведусь по этому парню, но он просто отъедет, просто отъедет. Если, например, у вас с простыми четырьмя страйкерами есть шанс того, что вы можете не снести титана, то с данным устройством я с трёх выстрелов уже сношу титан. Ну, бывает, конечно, что четвёртый выстрел всё-таки нужен будет вам, но то, что вы 100% снимете танк, при том, что он даже может скушать аптечку, вы всё равно его снимете. В этом плане это, конечно, очень меня радует, очень нравится мне данное устройство, и я уверен более чем, что данное устройство вы будете видеть в моём исполнении очень-таки часто. Всё-таки давно-давно я искал, наверное, вот такого плана устройства, чтобы оно нагибало, как вулкан. Ну, а сейчас это у нас новый страйкер, страйкера Slowpoke, можно его так называть, но это реально очень крутое-крутое устройство, и которое точно будет нагибать, точно оно будет тащить в матчмейкинге. Не будем говорить про-про-битвы, всё-таки про-битвы мы сейчас вообще, в принципе, не учитываем, но то, что оно будет жёстко нагибать в матчмейкинге, в этом вы можете точно не сомневаться, можете покупать данное устройство и пробовать играть именно-таки на данной пушке. Если вы даже не любите страйкер, я всё равно бы посоветовал вам приобрести данную пушку, если у вас, например, её нету, или если она у вас есть, но вам просто она не нравится, просто прикупите устройство, просто попробуйте. Я более чем уверен, что вам понравится играть с таким устройством, при том, что, ну, по сути, к нему надо только привыкнуть. Здесь нету ничего такого, что вы, например, должны уметь что-то сверхбыстро предпринимать, всё-таки если у вас замедленное действие, то вам надо понимать, что, по сути, это больший шанс на вариацию, больший шанс того, что вы можете предугадать противника, то есть вы можете засейвиться в какой-то определённой зоне, потом вот выдать такой выстрел, опять заныкаться, опять выдать выстрел. То есть больше манёвра у вас имеется с данным устройством, но и при этом вы ещё в полтора раза, больше в полтора раза наносите урон по противнику, поэтому, ну, я не могу здесь просто не говорить, что оно нагибает, потому что, ну, реально, это одно из тех устройств, которые нужно использовать вообще, в принципе, на данной пушке, и таких устройств реально не так много, не так много таких нагибаторских устройств, Хотя, вот, по сути, по данному бою можно сказать, что устройство, например, не так ярко, жёстко выделяется, потому что я занял предпоследнее место, но всё-таки я не занимался совсем тем действием, наверное, что я должен был делать именно-таки на данной пушке, что я должен был делать для того, чтобы наносить максимальный урон, поэтому именно-таки занял не первые три строчки, хотя бы не в этой тройке я именно-таки оказался. Поэтому вот такое вот сегодня у нас устройство получилось, я надеюсь, что вам понравилось оно, и я надеюсь, что вы его обязательно купите и будете играть с данным устройством, я точно буду его использовать и советую вам это тоже делать. Ну, у меня на этом всё, не забывайте, ребят, про подписочку на канал, оформляйте её, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, также, ребят, в описании смотрим новые видосики с новыми устройствами, много у нас тестов, поэтому переходите, смотрите, если вы что-то ещё не видели. Ну и на этом всё, спасибо, ребятки, за просмотр, всем удачи и всем пока!